Это круг Это шар Это няня Это няня Это квадрат А это куб Еще один квадрат А это параллелепипед Это два круга Это цилиндр А это шар Это пирамида А это конус Ню-ню А это пирамида А это пирамида А это пирамида А это пирамида Продолжение следует... Детям про машинки Как-то маленькая легковая машинка Стив решил проведать своего приятеля асфальтового катка Джеффа, что жил неподалеку от леса. За лесом начиналось поле ромашек, и проезжая мимо него, Стив обнаружил пирамиду аккуратно сложенных новых зимних шин. Вокруг никого не было, и Стив посчитал, что шины ничьи. Возможно, о них просто забыли, а значит, теперь шины мои. Шин было много, и маленькая машинка задумалась. Как же все это перевезти в свой гараж? Пока я буду их возить, вдруг кто-нибудь украдет оставшиеся шины. Надо охранять пирамиду. А кому же это доверить? Мой друг асфальтовый каток живет ближе всех. Нужно его позвать. Когда друзья приехали к пирамиде, Джефф недоверчиво спросил. Так ты говоришь, что шины ничьи? А почему же они так аккуратно сложены? Кто-то же их складывал? Какая теперь разница, возмутился Стив. Раз никого нет, получается ничьи. Асфальтовый каток промолчал, хотя и сильно сомневался, что у пирамидки нет хозяина. Пока я буду возить шины, настаивал Стив, ты никуда не уходи, чтобы оставшиеся никто не украл. Асфальтовый каток остался сторожить пирамиду, а легковая машинка взяла первую шину и повезла домой. И в это время к Джеффу подъехал старый грузовик с несколькими шинами в кузове. Кто здесь хозяйничает у моей пирамиды? Удивился он, увидев, что не хватает одной шины. Джеффу стало очень стыдно перед дедушкой грузовиком. «Да мы вот с моим другом подумали, что это не чьи шины!» Стал оправдываться он. «Где же вы видели, чтобы шины были не чьи?» Укоризненно покачал кузовом грузовик. Тут подъехал Стив. Увидев хозяина пирамиды, он стал тоже извиняться перед ним. Потом маленькие друзья помогли грузовику аккуратно сложить еще несколько шин. За это грузовик подарил каждому помощнику по одной новой красивой шине. С этих пор Стив, если что и находил, то обязательно спрашивал, не принадлежит ли кому-нибудь эта вещь.